МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Информационная программа. Время говорить и главное о сегодняшних темах. Опять рвануло подробности о взрыве на Псковском полигоне, где погибли курсанты училища ВДВ. Куда деньги дели? Родители, оплатившие аванс за школьную форму рязанской фирме, не увидели ни денег, ни вещей. Веселые казармы. Авторы программы выяснили, почему после реставрации так задорно раскрашены стены здания, относящегося к культурному наследию. А теперь подробности этих и других событий. Второй взрыв после Волгоградского теракта потряс всю страну. Сегодня информоздание выясняет обстоятельства гибели десантников на полигоне Струги Красной. Это в Псковской области. Как известно, погибло 6 человек, двое ранены. На полигон этим утром прибыл командующий ВДВ Владимир Шаманов. Он сообщил журналистам, что было личное указание министра обороны Сергею Шойгу установить причину трагедии совместно со следователями. С утра территорию полигона проверяли саперы на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. От имени Шойгу главный десантник страны пообещал, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Теперь о том, что удалось узнать репортерам. Итак, во вторник на полигоне Струги Красные произошел взрыв. В результате погибли 5 курсантов Рязанского десантного училища и сержант-контрактник. Еще два курсанта получили легкие ранения. По предварительным данным, военнослужащие подорвались на артиллерийском снаряде. После выполнения стрельб они возвращались в расположение. Было уже темно. По одним сведениям, десантники шли пешком, по другим ехали на БМД. Погибли курсанты. Постойкин Александр, 91-го года рождения, пятикурсник, родом из Молдовы. Пасканный Михаил, 92-го года, 5-й курс, из Рязани. Соловьев Антон, 91-го года рождения, 5-й курс, уроженец Курска. Никитин Максим, 91-го года рождения, 5-й курс, приехал из города Абинска, это Краснодарский край. Евлоев Израил, 91-го года рождения, 5-й курс, республика Ингушетия, город Назрань. Также среди погибших сержант Евгений Третьяков. Раненый Иван Захаров, 92-го года рождения, и Алексей Никишаев, родился в 90-м году. В соцсети Алексей не так давно выложил видео своего подразделения, а журналисты-комсомолки выяснили, что сегодня у него день рождения. Такая вот судьба. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Командующий ВДВ Владимир Шаманов сказал, картина жуткая, поэтому нелегкая задача стоит перед следователями. Он добавил, что тела пяти погибших курсантов сегодня транспортируют в Рязань. Далее их последний путь ляжет к местам проживания родственников. В нашем десантном училище сегодня от комментариев и вообще от сообщения какой-либо информации отказались. Удалось лишь из неофициальных источников узнать, что тела погибших ждут сегодня. Тогда завтра пройдет прощание с погибшими. И еще напомним, 7 лет назад под Рязанью в результате автоаварии погибли 7 курсантов-десантников и два десятка получили ранения. Это произошло после того, как пьяный водитель врезался на машине в строй, возвращавшийся в казармы с учений. К другим темам получила продолжение некрасивая история с поставкой школьной формы, заказанной рязанцами в местной торговой фирме. Авансовые деньги собрали, а форму кому привезли, а кому и нет. А когда люди пришли за возвратом, им дали отворот-поворот. С подробностями Глеб Галушкин. Владимир Гордиенко не может получить обратный денежный залог за школьную форму своего ребенка уже более двух месяцев. В магазине ему никак не удается застать администратора или директора. Продавцы же разговаривать не хотят. С кем я могу общаться из руководства? Никого из руководства. Никого из руководства. Значит опять нет никого из руководства. Вчера были. Вчера были, значит по поводу залога запрещают, не отдают залог за школьную форму. По словам Владимира Гордиенко, сумма внесенного залога совсем небольшая, 500 рублей. Однако почему руководство магазина школьной формы отказывается его возвращать, непонятно. И это при том, что многим родителям, когда в конце лета стало ясно, что к дню знаний торговцы не успевают поставить форму, пришлось приобретать ее в другом месте. В мае месяце была заказана детская форма для первоклассников. Вот в торговом центре «Маяк» там находится бутик детской одежды. Обязательства, взяли предоплату, обязательства свои к 1 сентября они не выполнили. И по истечении, значит, срока отказываются возвращать предоплату. Руководство магазина ничем не объясняет, говорит какой-то у них внутренний закон, или как я не знаю, как это назвать, что до 1 октября мы возвращали, а сейчас мы после 1 октября залог не возвращаем. Можете купить у нас там носочки, шапочки или еще что-нибудь. Нам этого ничего не надо. Если был бы договор, можно было бы предъявлять соответствующие требования и в случае отказа сразу обращаться в суд. Сейчас мы попробуем в досудебном порядке первично проверить данную организацию с помощью обращения Управления Роспотребнадзора, поскольку мы видим, что это массовое нарушение, это не единичное. Выясним, почему в данном случае не заключен был договор продажи товаров по образцу, по описанию, где должны быть указаны сроки, обязательства, ответственность. А также выясним, почему не отдают деньги, которые первично взяли, по сути дела, это незаконное обогащение. Напомним, что перед началом учебного года девочки-первоклассницы сразу из нескольких школ оказались без школьной формы. Руководство магазина тогда ссылалось на загруженность текстильного предприятия в далеком киргизском Бишкеке. А вопрос, почему пошив сарафанов и юбочек решено было заказать в далекой отрезании Азиатской Республики, так и остался без ответа. Очередное преступление на почве пьянства расследуют в московском округе. Дело-то обычное с полицейской точки зрения, а вот с человеческой малопонятное. Два приятеля и вдруг несколько ударов ножом. Почему? Зачем? Наверное, для того, чтобы это понять, надо выпить столько же, сколько эти ребята. О которых в коротком сюжете рассказывает Олеся Харлина. Инцидент произошел несколько месяцев назад, как водится по пьяной лавочке. Соседи-мужчины вместе отдыхали, потом начали спорить. Яблоком раздора послужил воротник. Потерпевший схватил за него приятеля. Как уверяет он сам, это была попытка остановить перепалку. Оппонент, разумеется, понял обратное. Но к аргументам прибегать не стал. Схватил нож и нанес семь серьезных ударов. Потерпевший у нас, так и не добежав до своей квартиры, потерял сознание, где упал на вечной площадке первого этажа. Там же он был обнаружен проживающими по соседству лицами, которые впоследствии вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи, которые по приезду осмотрели потерпевшего и приняли решение незамедлительно его госпитализации в больницу скорой медицинской помощи. Сегодня наши авторы обратили внимание на то, каким веселеньким становится здание Носкоморошинской, памятник архитектуры, объект культурного наследия, бывшее помещение Воскресенских казарм. После скандала, с началом непонятного строительства на месте здания, бизнесмены, а затем и чиновники от культуры клятвенно заверили, все будет выглядеть так же, как в прошлые века. И вот вам теперь стены. Синий, желтый, голубой, выбирай себе любой. Неужто в позапрошлом веке так весело казармы красили? К ответу мы привлекли известного краеведа, активно протестовавшего против бездумной переделки памятника наследия, Андрея Петруцкого. Продолжая тему, Оксана Тебенихина. На улице Скоморошинской завершилось строительство памятника архитектуры. Многие рязанцы были искренне удивлены тем, что полностью снесенный ранее дом предстал вновь в своем первоначальном обличии. И никакие условия руководителей стройки не склонили градоначальства к возведению очередного стеклянного офис-строения. Эта постройка выстроена общественными организациями, и в том числе и СМИ, и вашей телекомпании, и даже канал «Культура федеральный» уделял внимание этому зданию. Это дом так называемый Ананинных-Корбовых. Разновременные постройки, начиная с 18 века и кончая концом 19 века. И здесь хотели строить четырехэтажное торгово-офисное здание. Но это дом памятника архитектуры. И силами общественности, и СМИ удалось отстоять. И это первый пример рязания, когда кто сломали, то и построили. То есть разобрали двухэтажный дом, двухэтажный и построили. Нельзя втыкать в исторической части города высотные какие-то коробки. Красивое, разноцветное, полностью реставрированное здание теперь многие годы будет радовать уставшие от серых безликих построек взоры рязанцев. Наши экологи и активисты долго отстаивали памятник. Наконец, их усилия принесли плоды. Это, можно сказать, первая победа в современной России от наших общественных организаций. Потому что сейчас очень трудно бороться. Сейчас не Советский Союз, а другие права, собственники, охрана, прав собственника, то есть тяжело. Но, тем не менее, это пример, что как можно в Рязани, в простом провинциальном городе, отстаивать даже свою историческую значимость, свою историю и беречь прошло своего народа. Нам сказали, что это будет торговый офисный центр. Ну, в принципе, даже престижно в таком Дане сидеть, потому что, во-первых, вид на Кремль, и здесь был старый базар, это историческое место. В нашем городе еще много старинных памятников, которым грозит либо снос, либо полное запустение. А так хочется хоть немного изысканной красоты в нашей, порой, обыденной будничной жизни. На сегодня все. Увидимся вновь завтра в эфире информационной программы телекомпании «Город. Время говорить». Хорошего вечера. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова